История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Всё это хранится в его секретной папке. 23 сентября 1933 года Иосиф Сталин на небольшом катере отправился на морскую прогулку по Черному морю. Его сопровождала охрана во главе со специальным представителем ОГПУ на Кавказе Николаем Власиком. Вдруг с берега раздались выстрелы. Власик, не раздумывая, прикрыл Сталина с собой. Мгновенная реакция телохранителя и решимость пожертвовать собой ради вождя произвели на Сталина впечатление, и это сыграло важную роль в судьбе Николая Власика. Смотрите в секретной папке. Специально для нашей программы. Рассекреченный архив Федеральной службы охраны России. Уникальные документы, фотографии и дневники главного телохранителя Сталина. Эксклюзивные интервью специалистов ФСО. Как Николай Власик стал незаменимым для Сталина. Он создал ослово, которое, в принципе, все остальные повторили. Чем занималось особое подразделение первого лица государства? И вот с этого момента начинает восходить звезда Власика. Личная крепость Сталина. Технологии и секреты охраны объекта номер один, ближней дачи. Вообще у нее есть еще одно название. Это название «Зеленое», по тому цвету, в который она выкрашена. Николай Власик – человек за спиной Сталина. Кто он? Карьерист, заговорщик или искренне преданный Сталину человек? Вторая половина 1930-х годов для службы охраны Сталина – тяжелое время. В секретных сводках спецслужб сообщается о подготовке покушения на советских правителей, об арестах террористов по всей стране. Сталин не верит никому, подозревает в заговоре верхушку НКВД. Вождь решает, его охрана должна стать абсолютно непробиваемой, безусловно преданной и готовой гарантированно оградить вождя от любых угроз. На пост руководителя собственной охраны Сталин производил отбор жесткий, но и должность была, в самом деле, трудная и расстрельная, в буквальном смысле судить сами. Первый руководитель охраны Сталина продержался на посту 4 месяца, после чего был арестован и расстрелян. Второй застрелился сам через 2 месяца. А вот третий продержался больше других полтора года, после чего все-таки его арестовали, припроводили в тюрьму и там казнили. И тогда Сталин решил, службу правительственной охраны возглавит проверенный человек, которому он мог доверить свою жизнь. 42-летний Николай Власик как нельзя лучше подходил на этот пост. В его преданности и сообразительности у вождя уже была возможность убедиться. Но вот каким образом Власик смог оставаться рядом с крайне подозрительным, никому не доверявшим вождем более 13 лет? И вот как Власик смог сделать службу охраны советского правительства одной из самых надежных и самых эффективных во всей мировой истории? Недавно Федеральной службой охраны Российской Федерации был рассекречен архив главного телохранителя Сталина Николая Власика. В нашем распоряжении оказались его записки и личный фотоальбом. Они помогут ответить на вопрос, каким образом простому парню из белорусской деревни практически без образования удалось добиться такого высокого положения, стать начальником охраны первого лица государства. Власик был не членом политбюро, не членом каких-то политсоветов и ЦК. Он был больше, чем член Центрального комитета ВКПБ. Он был тенью Сталина. Николай Власик вырос в Белоруссии в бедной крестьянской семье. Окончил три класса церковно-приходской школы. Работал чернорабочим. После революции 1917 года Власик поступил на службу в ВЧК под началом Дзержинского. Власик был рядовым сотрудником одной из групп по наружному линию. В этом направлении весьма успешно он работал до 1927 года. Сам Власик стартом своей карьеры в охране Сталина называл лето 1927 года, когда в ночь на 3 июня боевики из эмигрантской организации Российский общевоинский союз попытались взорвать общежитие чекистов на Лубянке и приемную ОГПУ на Кузнецком мосту. Только по случайности обошлось без жертв. Надо сказать, что системы охраны в 20-х годах не было. Не существует системы элементарной подготовки объекта, осмотра на предмет наличия террористов, оружия, взрывчатки. То есть здесь сама система была достаточно изначально в рудиментарном состоянии. Реакция властей на взрывы последовала незамедлительно. Из отпусков вызвали всех московских чекистов. Было решено выстраивать службу правительственной охраны практически с нуля. Руководство государства вынуждено было в июне 1927 года сделать специальное постановление о прикреплении 14 высшим руководителям и стоящим работникам партии и правительства по одному человеку из охраны. Квалифицированных кадров не хватало. В этот момент 30-летний сотрудник отдела контрразведки ОГПУ Николай Власик оказался под рукой, и ему поручили срочно организовать охрану членов правительства на дачах, прогулках и в поездках. Это задание было временным. Но молодой чекист решил не упустить шанса и обратить на себя внимание лидера страны Сталина. Летом 1927 года вождя охранял только один человек – Иван Юсис. Литовский коммунист и бывший телохранитель Дзержинского. Власик вспоминал. Вызвал Юсиса и на машине отправился с ним на подмосковную дачу, где обычно отдыхал товарищ Сталин. Приехав на дачу и осмотрев ее, я увидел, что там царил полный беспорядок. Не было ни белья, ни посуды, ни обслуживающего персонала. Жил на даче один комендант. Он начал с того, что сам съездил, проинспектировал все места, где появляется Сталин. Посмотрел, как он живет. И понял, что товарищ Сталин живет так, как не должен жить. Власик наладил быт сталинской загородной резиденции в Зубалове. Отправил на дачу белье и посуду. Договорился о снабжении продуктами из соседнего совхоза. Прислал повариху и уборщицу. Наладил прямую телефонную связь с Москвой. Юсис, боясь недовольства товарища Сталина этими нововведениями, предложил мне самому доложить обо всем товарищу Сталину. Так состоялась моя первая встреча и первый разговор с товарищем Сталином. До этого я видел его только издали, когда сопровождал его на прогулках и в поездках в театр. Волновался перед встречей с вождем Власик страшно. Но все обошлось. Сталин поворчал, но нововведение принял. Впрочем, дачный быт его в то время не очень беспокоил. Вместе с семьей Сталин жил в Кремле. И для охраны это доставляло много проблем, поскольку обеспечить там полную безопасность вождя было трудно. На территории Кремля вот именно в 20-е годы проживало где-то 2000-2000 с небольшим. Это был максимум для Кремля. Жили самые разные люди. Естественно, вот верхушка прежде всего. Здесь проживали целые плеяда вышек советских руководителей. Первые лица государства свободно перемещались по территории Кремля и не задумывались о своей безопасности. Точно так же они вели себя вне стен Кремля. До начала 30-х годов встретить первых лиц страны на улице было делом обычным. На многих фотографиях того времени Сталин с соратниками свободно гуляет по центру Москвы. Вождей во время прогулок почти никто не охранял. 16 ноября 1931 года прогулка вождя по Москве едва не закончилась трагически. Тогда Сталин случайно столкнулся с белогвардейцем-террористом Платоновым Петином. Через несколько часов доклад чекистов лежал на столе Сталина. Вот этот доклад. Секретарю ЦК ВКПБ тащу Сталину. Проходя с нашим агентом Пейлинки, агент английской разведки случайно встретил вас и сделал попытку выхватить Ревоберт. Как сообщает наш агент, ему удалось схватить за руку указанного англо-разведчика и повлечь за собой, воспрепятствовав попытки. Точно же после этого названный агент англо-разведки был нами секретно арестован. После встречи на Ильинке Политбюро приняло резолюцию. Пешее хождение товарища Сталина по Москве надо прекратить. Отныне Сталин и все остальные охраняемые лица перемещались в сопровождении каждой своей охраны даже по территории Кремля. Безопасностью партийных бонс теперь занимался оперативный отдел ОГПУ. Как результат, принимается решение о создании более-менее системной охраны. И вот с этого момента начинает восходить звезда Власика. Для личной охраны Сталина отобрали 9 наиболее опытных сотрудников. Вскоре количество сотрудников увеличили до дюжины. Сотрудники охраны на суточное дежурство выходили группами по 3 человека. Власик – начальник одной из таких групп. Они были в здании кавалерского корпуса, который был напротив того здания, где проживал Сталин. И они сразу с поста им звонком докладывали, что охраняемое лицо Иосиф Виссарионовича выходит куда-то. И они сопровождали его на одну из машин. По Кремлю, по территорию тоже иногда сопровождали. Вооруженная охрана из 9 человек теперь неотступно сопровождала Сталина везде. На Красной площади, во время барадов. В Большом театре Гелемхате. В путешествиях по каналам и рекам в Ленинград или на Кавказ. Но Власик не хотел быть одним из 9. Он стремился стать первым в охране Сталина, так как считал, что сможет лучше других организовать безопасность вождя. Что делать? Как обратить на себя внимание? Власик решил ждать удобного случая и не упустить его. Такой случай вскоре представился. Смотрите далее. Эксклюзивное интервью специалистов Федеральной службы охраны для программы «Секретная папка». Пули для Сталина. Как отпуск на Черном море чуть было не закончился убийством главы государства. Когда появился первый правительственный эскорт. Главная резиденция вождя под защитой Власика. Сигнализация в диване, датчики в половицах, спецлаборатория на кухне и другие секреты охранных технологий. В ночь на 9 ноября 1932 года застрелилась жена Сталина Надежда Аллилуева. «Я был плохим мужем», признался вождь Молотову. Сталин тяжело переживал самоубийство жены. Но для Власика эта трагедия открыла карьерные возможности. Теперь Сталин старался держаться подальше от мест, связанных с памятью жены. Квартиры в Кремле и дачи в Зубалове. Летом 1933 года он отправился в отпуск на Черное море. И отвечал за безопасность вождя в этой поездке Николай Власик. Это первое большое такое специальное мероприятие, которое он провел. Это поездка Сталина по Волге, охота в Сальских степях и отдых на Черноморском побережье Кавказа. От Сочи до Пицунды. Однако именно во время этого отпуска 1933 года Сталин едва не погиб. Вождь не умел плавать, но обожал морские прогулки. Именно тогда, 23 сентября, и произошел тот самый случай, когда во время такой прогулки с берега раздались выстрелы и несколько пуль легли недалеко от сталинского катера. Власик среагировал мгновенно. Он повалил Юстия Сеоновича моментально и закрыл его с собой. Если бы что-то и было, то пули бы прошили бы тело бойца Власика, а не вовсе руководителя партии государства и большой страны товарища Сталина. Я скомандовал мотористу выйти в открытое море. Немедленно мы дали очередь из пулемета по берегу. Выстрелы по нашему катеру прекратились. Это же была закрытая зона. А силу разгильдяйства, которого везде хватало, так сказать, просто не дали сигнал соответствующим службам, что там должен появиться этот катер прогулочный. Наш катер был маленький, речной и совершенно непригодный для прогулок по морю. На большой волне он неминуемо должен был опрокинуться. Но мы, как люди, не сведующие в морском деле, об этом не знали. Возможно, смертельная опасность сблизила вождя и охранника. Но, как бы то ни было, поведение Власика не могло оставить Сталина равнодушным. Ведь тот фактически был готов спасти жизнь хозяина ценой собственной жизни. В конце 1933 года вождь поручает Власику охрану своей главной резиденции – ближней дачи. О существовании так называемой ближней дачи в СССР в середине прошлого века знали немногие. Ну, попасть сюда мог человек только по воле одного единственного. Право входа, а также внутренний режим дачи определял только он – хозяин. Так спите, это называли Сталина, офицера охраны, внутренний персонал дачи и, конечно, его соратники. По сути, это была ведь и не дача, а второй после Кремлевского кабинет Иосифа Сталина. Здесь, в узком кругу, отец народов принимал и обсуждал решения, которые влияли не только на судьбы миллионов советских людей, но также и всего мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сообщал ли он хозяину о том, что на пути в ближнюю и его стараниями несколько сотен семей были выселены из домов, прилегающих к дороге, по которым хозяин ехал из Кремля на ближнюю дачу? Вряд ли об этом знал Сталин. Чтобы обезопасить вождя во время передвижения между Кремлем и ближней дачей, Власик использовал одно из своих оригинальных оперативных решений. Пошла кавалькада повесенных автомобилей. Нас ни в коей мере не смущает, правда, да? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А кто в первой? Где сидит хозяин? Это все придумал товарищ Власик. Вождь устраивался в автомобиле не на заднем, а на специальном обкидном сиденье строп-антене, лицом по ходу машины. В автомобиль вместе с генсеком садились двое офицеров охраны. Один сзади, другой впереди, рядом с водителем. Маршал Жуков вспоминал об одной из поездок на автомобиле вождя. Сталин указал мне, чтобы я сел на заднее место. Я удивился. Ехали так. Впереди начальник личной охраны Власик, за ним Сталин, за Сталиным я. Я спросил потом Власика, почему он меня туда посадил. А это он всегда так. Чтобы если будут спереди стрелять, в меня попадут, а если сзади, в вас. Территория ближней дачи с самого начала надежно охранялась. Особенно тщательно стерегли главный дом площадью в тысячу квадратных метров. Вокруг него располагались шесть оборудованных телефонами постов. Охрана могла следить за перемещением Сталина по комнатам с помощью простой, но эффективной системы электросигнализации. В мягкую мебель были вмонтированы нажимные пружинные контакты. Когда Сталин садился на тахту, у охраны зажигалась лампочка-индикатор с номером комнаты. Каждая дверь имела внизу особую металлическую пластину. Когда ее открывали, электрическая цепь размыкалась, и сигнал поступал на пульт охраны. Таким образом, охрана всегда имела точное представление о том, где находится хозяин. Как они фиксировали, есть движение или нет. Визуально, я не знаю, либо с помощью каких-то приборов, которые показывают, действительно ходит тот по половицам или не ходит. Технически несложно сделать датчики движения или датчики нажима на половице. На ближней даче без разрешения Сталина нельзя было переставлять вещи, что-либо менять. Комнаты были оборудованы кнопками звонков, на столиках стояли внутренние телефоны без дисков. К вождю входили только по вызову. Везде висели термометры. Сталин любил прохладу. Поэтому температура в доме не должна быть выше 20 градусов. Власик поддерживал этот строгий порядок и держал в страхе прислугу и охранников. Они его боялись. Они очень страшились его мата. Они страшились его дикой физической силой. Он мог и за трещину дать. Но по делу. Служебный дом соединялся с главным 25-метровым коридором. Сталин не любил запахов кухни и лишнего шума. По приказу Власика работники кухни внимательно отслеживали вкусы хозяина. Они знали, что он любит, что не любит. И нелюбимых блюд иногда подавали. Сталин там отшвыривал их очень грубо. Все, эти блюда исчезали из его рациона, эмоциона. И он совершенно по-другому питался. Проверка на наличие ядов в пище и в целом весь контроль за питанием Сталина осуществлял Власик. Для этого он создал спецлабораторию. Это специальное отделение, безусловно, не только занималось проверкой качества продуктов, которые идут на стол, но и готовой пищи. По поручению вождя Николай Власик начинает контролировать учебу и воспитание младших детей Сталина Василия и Светланы. В личном фонде Сталина хранятся документы, из которых видно, что Власик, через назначенных им сотрудников, следил за детьми Сталина. Если Светлана входит в школу, то, конечно, ее сопровождает охранник. То же самое относительно и Василия, и удовлетворение всех их муж, скажем. И сестры, и сиделки, и горничные. Все это было в штате, который подчинялся Власику. Но сам Власик не мог и не хотел быть в стороне. К детям Сталина он проявлял почти отеческую заботу. Он их учил ему разуму, он ходил в школу с ними, он ездил, он что-то там спрашивал учителей. Он докладывал, уж действительно папе, с большой буквы во всех смыслах слов, папе о том, как учатся его дети. Что Вася вот опять там в школе подрался, опять там вел себя плохо. Что Светлана заканчивается отличием, все в порядке. Несмотря на верную службу и близость Власика к семье, Сталин не спешил включать его в свой ближний круг, куда входили только соратники из политбюро. Для вождя он всегда оставался только телохранителем. На него было возложено обеспечение безопасности Сталина, безопасности его семьи. Поэтому, конечно, он был человеком, который был в какой-то степени приближен к Сталину. Но, опять-таки, я думаю, что он вряд ли мог претендовать на какие-то особые отношения со Сталином. Это был не тот человек, с которым, наверное, Сталин какие-то стал бы обсуждать какие-то личные вещи. Смотрите далее. Пик карьеры Николая Власика. Как была создана уникальная охранная система советских лидеров. План эвакуации Сталина во время Великой Отечественной войны. Тегеран, Ялта, Потсдам. Профессиональное увлечение главного телохранителя-вождя. Конец 1936 года. Впереди время массовых репрессий, темный период в истории, который позже назовут большим террором. Сталин опасается покушений и усиливает охрану. Руководителем спецгруппы назначает Власика. Совершенно минимальная группа. Насчет сколько человек, я бы даже не могу сказать. Но если мы говорили о девятке, то там давайте ее в два раза увеличим. До этого момента Власик отвечал только за охрану дачи. Теперь он человек за спиной Сталина. Власик следовал за вождем повсюду. Старался стать незаменимым. И вот он, долгожданный пик карьеры. В конце ноября 1938 года Власик получает должность начальника правительственной охраны. Но он хорошо знает, все трое его предшественников на этом посту закончили плохо. Один покончил с жизнью самоубийством, двое были расстреляны. И если он не оправдает доверие вождя, то тоже погибнет. Власик обладал незаурядным природным умом. Он собрал вокруг себя подчиненных, которые ему составляли сметы и расчеты, сколько нужно машин, инвентаря, сколько людей должно сопровождать Сталина и других охраняемых лиц. Власик собрал в единый кулак все виды охраны, которые существовали. Так, в Министерстве обороны он забрал кремлевский полк и создал систему охраны Московского Кремля. У Совета народных комиссаров он забрал гараж особого назначения. Ну, а в Наркомате здравоохранения особое управление для лечения высшего руководства страны со всеми специальными лечебными заведениями. Надо сказать, что система охраны, созданная Власиком, ни разу не дала серьезного сбоя. С середины 30-х до 91-го года ни один советский лидер не был не только убит, но даже ранен. Власик сумел практически на очень сложном и достаточно пустоватом месте создать единую систему, которая обеспечивала прикрытие Сталина не просто от каких-то террористов, контрреволюционеров, а даже против государственных диверсий, против государственных терактов. Потому что, ну, документально известно, подтверждено, что попытки организации убийства Сталина во время войны были, и за этим стояла Германия с соответствующим потенциалом, соответствующими возможностями, соответствующей агентурой и соответствующими техническими решениями. У Власика, как у начальника правительственной охраны, появилась масса обязанностей. Организация демонстраций и парадов, подготовка Красной площади, залов, театров, стадионов, аэродромов для различных пропагандистских акций. Каждое проведение массового мероприятия планировалось подобно военной операции. Расписываются дежурные по ложам в каждом ярусе соответствующие дежурные НКВД. Расписывается график, где, кто, на каких входах стоит. Разумеется, проводится то, что называется, поанкетный контроль и проверка всех тех, кто участвует в праздничном концерте. От концерта отводятся те, на кого есть компрометирующие материалы или ведется оперативная разработка. Соответственно, точно так же проверяются и все приглашенные, которые получают гостевые билеты. Начало войны в 1941 году Власик встретил в генеральских погонах. В первые военные месяцы он отвечал за подготовку возможной эвакуации руководства партии и правительства, членов дипломатического корпуса и наркоматов. Во время немецкого наступления на столицу, а это октябрь 1941 года, Власик разработал три варианта срочной эвакуации Сталина из Москвы. Первый вариант – автомобильный. Колонны из 200 машин. Это легковые плюс топливозаправщики. По Горьковскому шоссе движутся в город Горький, ныне Нижний Новгород. Протяженность этой колонны составляла бы ни много ни мало – 5 километров. Второй вариант – железнодорожный. Поездом до Горького же Нижний Новгород. Ну а далее вдоль Волги в Самару, тогдашний Куйбышев. Ну и третий – самый рискованный. Авиационный рискованный, потому что Сталин страсть как не любил полеты. Тем не менее, 10 самолетов стояли бы в районе парка культуры и по Комсомольскому проспекту взлетали бы в сторону метромоста. Добраться из Кремля до этого импровизированного аэродрома можно было бы за 5 минут, после чего можно лететь в любом направлении. После успешного контрнаступления советской армии под Москвой в декабре 41-го проблема срочной эвакуации исчезла. Сталин в годы войны вел колоссальную работу. Он руководил одновременно Ставкой, Наркоматом обороны, Государственным комитетом обороны и правительством. Главная задача Власика во второй половине войны – организация безопасности советского лидера на конференции Большой Тройки Сталина, Рузвельта и Черчилля. Большая заслуга Николая Сидоровича в том, что он практически реально разрабатывал от начала до конца механизм проведения охранных мероприятий на трех конференциях. Это Тегеран, Ялта и Патздам. За успешное проведение конференции в Тегеране Власик был награжден орденом Ленина, за Крымскую конференцию – орденом Кутузова первой степени, за Патздамскую – орденом Ленина. Если вспомнить конференции, на которые выезжал Власик, и Патздамская, и Ялтинская, он был около Сталина, но чаще всего изображал вид фотокорреспондента. Он снимал на камеру и накинок пленку. Зарубежные фотокорреспонденты и кинооператоры были одним из источников угроз. В аппаратуре можно было спрятать оружие и взрывчатку. Власик сновал среди журналистов и гостей с фотоаппаратом в руках, следил за происходящим и снимал все на камеру. Делал он это профессионально. Фотографии Власик увлекся еще в 30-е годы. Быстро освоил это нелегкое творческое дело. Он стал единственным из окружения Сталина, кто имел право фотографировать вождя. В особо важные исторические моменты Власик всегда пускал в дело свой верный фотоаппарат. Отснятые им кадры потом видели миллионы людей в разных странах. Все, что он снимал и все, что отбирал его начальник, а начальник у него был один, товарищ Сталин, все это шло с колес под аплодисменты в газеты. И вот мне покойный мой отец, журналист, рассказывал, что всегда, когда требовалось фото Иосифа Виссарионовича, а оно требовалось, как вы понимаете, в то время очень часто, обращались к одному человеку, к Власику. И Власик, в общем-то, милостиво соглашался предоставить фото. Ему выписывали хорошие гонорары. Власик до мозга костей был предан своему хозяину. Он остро переживал по поводу даже самой ничтожной оплошности, допущенной кем-либо из его подчиненных. Была ли вызвана эта преданность страхом за жизнь или особым чувством восхищения Сталином, сейчас трудно сказать. Но факт остается фактом. Николай Власик делал все возможное, чтобы не вызвать гнева хозяина. 12 ноября 1951 года. Ближняя дача. Сталин попросил молодое вино, но по вине ночхоза вино подали холодное. Сталин был крайне возмущен и расстроен. Мне пришлось взять на себя всю вину. По этому поводу я не могу спать уже трое-четверо суток. До конца обеда я просидел за столом ни живой, ни мертвый. Не знаю, как сердце выдержало. Думал, что сознание потеряем. Пока он немного не успокоился, больно было страшно. Он так сильно вспылил и нервничал. А для нас всех его здоровье – это самое главное для народа. Смотрите далее. Специально для программы «Секретная папка». Рассекреченный архив Федеральной службы охраны России. Уникальные документы, фотографии и дневники главного телохранителя Сталина. Преданность или предательство. Чем закончилась блестящая карьера Николая Власика? В начале 50-х годов произошло то, чего Власик боялся больше всего. Хозяин отвернулся от своего верного стража. Стареющий Сталин решил провести очередную чистку в органах госбезопасности. Дело дошло и до Главного управления охраны. 19 мая 1952 года Политбюро утвердило постановление, в котором Власика и его подчиненные подверглись жесткой критике. Их обвинили в преступном расточительстве и бесконтрольности в расходовании средств. Власику пришло время. Он действительно слишком долго работал с вождем рядом. И Сталин предпочитал от таких людей на определенном этапе избавляться. Власика исключили из партии и отправили на Урал на унизительную для него должность замначальника одного из исправительно-трудовых лагерей. У Сталина вообще была теория, что время от времени людей надо менять. У него в этом смысле была очень четкая схема. Чекиста есть только два пути – на выдвижение или в тюрьму. Если Власика больше некуда выдвигать, значит, ему нужно в тюрьму. Осенью 52-го года Власика ждало еще одно испытание. В Москве начались аресты кремлевских врачей. Сталин отказался от любого лечения и закрылся на ближней даче. Власик до смещения с поста начальника главного управления охраны полностью контролировал работу кремлевских врачей. А потому, по мысли Сталина, не мог не знать о заговоре. Все, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что, конечно, инициатором этого дела был Сталин. Он давал направление этого дела. Он указывал, как вести следствие, что добиваться от врачей. Он указывал, какие методы применять к ним. То есть он совершенно однозначно отдавал приказ о… И у нас есть прямые документы об этом, о применении пыток к врачам, чтобы они дали соответствующие показатели. Валифортова, 56-летнего Николая Власика допрашивали более ста раз. В вину вменяли и шпионаж, и подготовку терактов, и антисоветскую агитацию и пропаганду. В 1955 году, в письме на имя Ворошилова, председателя Президиума Верховного Совета СССР, Власик подробно описывал методы следствия. Конечно, я при моем возрасте и состоянии здоровья не мог выдержать. Получил нервное расстройство, полное потрясение. И потерял абсолютно всякое самообладание и здравый смысл. Затем последовал инфаркт. Так как перед этими страшными испытаниями появились обострения моего заболевания. Головные боли, сплошные галлюцинации и кошмары. Месяцами я был без сна. В таком состоянии на меня фабриковали заранее подготовленные протоколы. Я не был даже в состоянии прочитать ими составленные мои ответы. Просто подругань и угроза в надетых, острых, въевшихся до костей наручниках был вынужден подписывать эту страшную для меня компрометацию. После смерти Сталина в марте 1953 года дело врачей было сразу прекращено. Однако новое руководство страны не спешило освободить Власика. В тюрьме он провел два года. Потом еще несколько лет в сибирской ссылке, прежде чем ему разрешили вернуться в Москву. Что Власик был для них? Он был охранником Сталина. С политической точки зрения это был достаточно бесполезный акт. Я думаю, они рассуждали таким образом. Но мы же его не расстреливаем. Мы же его не трогаем. Ну, ничего, пускай посидит еще немножко в ссылке. А потом они его действительно выпустили. То есть они как бы зла на него особого не держали. Он им просто был безразличен, я думаю. Из дневника Николая Власика. Я был жестоко обижен Сталину. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а только одни поощрения и награды, я был исключен из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов. Но никогда, ни одной минуты, в каком бы состоянии я не находился, и каким бы издевательством я не подвергался, находясь в тюрьме, я не имел в своей душе зла на Сталина. После возвращения из ссылки Николай Власик пытался добиться справедливости. После жесткого рассмотрения его дела в 65-м году комитет партийного контроля ЦК КПСС в оправдании ему отказал. Этого удара Власик не выдержал. И буквально за полтора года сгорел от рака легких. А в 2000-м его оправдали. Ему вернули звание генерала-лейтенанта. А его дочери вернули все его ордена и награды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова